Никита, молодой человек из Коголыма. После получения образования, несколько лет работал по специальности слесарь. По словам молодого человека, в один из дней друзья ему предложили попробовать наркотики. Хотели отдохнуть. Зарабатывал хорошо из семьи только мама и папа, поэтому деньги на запрещенные вещества были. Спустя несколько месяцев его задержали сотрудники полиции по статье 228, часть 2 Уголовного кодекса РФ «Употребление и хранение особо опасных веществ». Больше всего в этот момент переживал за родителей, делится Никита. До этого момента не знали. Отреагировали, конечно, негативно. То есть все равно это проблема, которую надо было либо решать, но я решать ее начал еще на воле. Я год ходил под условным, и этот год я как бы не употреблял, я завязал. Получить условный срок возможно, только если суд примет решение, что осужденный сможет исправиться без реального отбывания наказания. Молодой человек знал, что может грозить, но думал, что его это не коснется. Несмотря на это, Никита попал в исправительную колонию номер 15 за неуполнение обязанностей условного срока. Сейчас он трудится на кухне учреждения и ждет освобождения. Парень планирует получить высшее образование и продолжить работать по специальности. От общего срока в три года ему осталось пробыть в заключении чуть больше одного. Время от времени Никита вспоминает тот день, когда решил попробовать. Просто бы развернулся и ушел в тот день, когда все это случилось. Честно. Жалею только об одном, что тогда об этом не подумал. Для тех, кто добровольно хочет побороть свою зависимость, в колонии создана группа социально-психологической работы. С осужденными проводят различные терапии при помощи музыки, рисунков, аппликаций, лекций и бесед. Во время всего процесса предусмотрено медицинское сопровождение. С 2019 года курс реабилитации прошли более 30 человек. По результатам этой программы они получили свидетельство о прохождении данного курса. И вот этим сертификатом он подтверждает свою заинтересованность, что он здесь в колонии не просто отбывал свое наказание, а именно занимался борьбой, профилактикой алкоголизма либо от наркомании. Этот сертификат подписывает начальник нашего учреждения и также врач-психиатр-нарколог, ну и, соответственно, психолог. В Нижневартовске профилактикой наркомании занимаются учреждения образования, культуры, спорта, органы власти и общественные объединения. Принцип межведомственного взаимодействия реализуется в рамках антинаркотической комиссии администрации города. В городе есть муниципальная программа, которая реализует подобные все мероприятия. Начиная от информационных мероприятий, и самое главное, это вовлечение детей в позитивную деятельность, введение здорового образа жизни, показывает, что достаточно существует интересных моментов жизни, нежели свою жизнь пускать под откос. Активную борьбу против наркомании проводят и общественные организации города. Один из главных методов – закрашивание рекламы вакансий источников продажи. Также общественники призывают вортовчан не оставаться равнодушными и сообщать, где находится объявление. Связаться можно либо по телефону, либо через телеграм-бота.